Земля должна работать и работать эффективно, сказал Владимир Путин на заседании Государственного совета. Однако на пути этого президентского наказа в регионах стоят проблемы и противоречия. В Чебоксарах собрались те, кто как раз занимается их решением. В столице Чувашии прошло совещание в области имущественных и земельных отношений среди субъектов ПФО. Приволжский федеральный округ – регион аграрный, соответственно, земля – важный производственный ресурс. Когда на участках сельхозназначения, а в Чувашии это больше половины площади, вместо ростков сходят коттеджи на лицо нарушения закона. Актуальной задачей сегодняшнего дня является введение в оборот неиспользуемых земельных и хозяйственных назначения и искоренение незаконных земельных сделок. Кое-кто ищет новые лазейки, чтобы обойти законы. Я приведу один свежий пример. В течение года нам пришлось бороться, очень сложно. Рядом с Волгой, рядом с федеральной трассой практически, где недалеко газ, коммуникации, электроэнергия и все остальное. 118 гектаров земель сельхозназначения было оформлено собственно за 2 миллиона рублей. Но некоторые участки попросту зарастают бурьяном. Сейчас регионы работают над тем, чтобы не востребованные или использованные не по назначению. Земельные доли оказывались в собственности муниципалитетов. К примеру, в Мордовии таким образом изъяли уже около 30 тысяч гектаров. А в Чувашии полторы сотни тысяч. Кроме предназначения земли, говорили о ее ценности, вернее о кадастровой стоимости. Влияет она, к примеру, на то, какой налог на землю будет платить собственник. В Чебоксарах это 0,1% от кадастровой стоимости. Основной тренд это приведение кадастровой оценки в соответствии с рыночной. Потому что она не должна быть существенно ниже и она не должна быть запредельно высокой. Она должна соответствовать тем рыночным реалиям, которые есть. Как бы то ни было, чаще всего приближение кадастровой стоимости к рыночной означает ее рост вместе с ростом налога. Такие меры вызвали среди россиян бурю недовольства и заявлений на пересмотр. В 2011 году по сегодняшний день подано 993 иска. Это самый большой процент по всем субъектам Российской Федерации. Нужно понимать, что кадастровая стоимость земель проводится. И до этого проводился. Она проводится ежегодно, через каждые 5 лет. То есть она не проводится, сейчас она объявилась. То есть она каждые 5 лет, соответственно, изменяется стоимость кадастровой стоимости земель. То есть она уже идет постепенно. В итоге представители регионов подписали соглашение. Для обмена опытом и совместной работы над законодательством в ПФО создадут ассоциацию органов исполнительной власти в области имущественных и земельных отношений. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...